Итак, господин Наки, вы посетили Экотехнопарк. Каковы ваши впечатления от увиденного здесь? Мы впервые посетили Экотехнопарк SkyWay. Мы узнали очень много о блестящих идеях доктора Юницкого, который вложил в эту технологию свои знания, свою энергию и свои финансы. И теперь мы понимаем, что он думает об улучшении жизни людей в будущем и о будущем транспорта. Это касается не только рельсового транспорта, но и решения всех проблем транспортных перевозок. Это также включает в создание новых рабочих мест. Это в самом деле блестящая идея. Он просто гениален. Он разрабатывал этот проект более 16 лет. Мы считаем, что это стратегический проект для людей. Я думаю, что Беларусь, ее правительство и частный сектор должны поддерживать эту технологию. После этого визита мы приложим максимум усилий, чтобы помочь реализовать этот проект в странах Персидского залива. Мы с вами находимся на выставке в Москве «Транспорт России». И наш собеседник, министр транспорта и дорог Киргизстана, господин Жамшидбек Калилов. Здравствуйте, Жамшидбек. Скажите, пожалуйста, как вам нравится гостеприимная Москва и выставка «Транспорт России»? Очень даже хорошо. Это становится традицией. Каждый год в декабре месяце как раз проходит в Москве именно «Транспорт» неделя. Тут очень много полезных. Мы для себя берем, сервуем. Тут встречаемся с друзьями, министрами транспорта разных республик. Поэтому очень хорошо. А что вам запомнилось больше всего? Что произвело наибольшее впечатление на этой выставке? Наибольшее впечатление как раз нахожусь у вас в Скайвее, потому что я, в принципе, был знаком этим видом транспорта. Ваши представители были у нас в Пишкеке. У них был предварительный план развития и применения этого транспорта на нашей жемчужине озера Иссык-Куль. Кстати, вот именно применение у нас на Иссык-Куль, потому что наша республика выделяет огромное средство именно развития туризма по Иссык-Кульской области. Значит, развитие инфраструктуры по дорожной части, развитие инфраструктуры по пансионатам, санаториям, развитие горнолыжной базы и горного туризма. Вот поэтому, а этот вид транспорта, он как раз к нашему пейзажу бы, она в этот транспорт висался в транспорте, и было бы очень хорошо даже. With Mr. Claudio Sola, the president of the Sola Corporation and the founder of the new Lema, founder of the new city. Hello, Claudio. Hello, Michael. It's a pleasure to be here, to see all the stuff that you do here, that's wonderful. Thank you. What brought you here in Belarus to the Eco-Technopark of SkyWay? I hear from my friend, he lived in Milano, he's Peruvian, he lived many years in Milano, and he told me about, he is a part of SkyWay. So he sent me some videos, and I said, wow, this is the dream that I dreamed like eight years ago, and say, I have to know these people, I have to know this technology. I need to take my fly and come here to see with my own eyes what's going on. Okay, and what are your impressions after you've talked to our general designer yesterday? I'm so impressed. My word, I say, fantastico. Very good, very good, very good. Thank you. And what do you need this technology for? Well, we have approximately, our calculation, 11 million people in our country to want to use trains like that. And we want to implant the first step in Lima, a new city. Hello, friends. We have very important guests here. Today, directors of SkyWay, Transport Australia, Rod Hook, and Mary Wokop. Hello. Hi, Michael. Michael. Hello, good to see you again. They say, welcome back in Belarus. Thank you. Thank you. It's our fourth time here over the last few years, so always great to come back and see the project being developed further and further. Just mention, when was the last time that you visited our country? I was here in March last year, Mary a few months before that. But last time I was here, I came with a representative from the Australian Rail Safety Regulators Office, and we were able to ride in a uni bike then and start to introduce the technology into our regulators office, which was a good step forward for us. Now it's, I'm back again, it's about 11 months later. What have you seen during the visit, and what is your impression about SkyWay technology? What was your impression about SkyWay technology? Oh, like empresário, like político e como visionário, visão de estadista, eu fiquei, sim, muito bem impressionado pelo que eu vi. O pátio, a tecnologia e vendo que o transporte, o deslocamento hoje representa muito na economia de qualquer país. A economicidade, portanto, a tecnologia nos induz a um avanço muito grande para melhor, para a riqueza das nações. Yes, at home, yes. Please tell everybody where you are and what is the aim of your stay in our country. Um, we wanted to look at the SkyWay technology, which we learned from, uh, about it in, uh, Berlin, during the Inaklans, uh, conference. And it's an exciting solution, we believe, and we came here to see the demonstration, how it works, and understand more about the technology, and how it can be applied, perhaps, in the Philippines. And as far as I know, I may be mistaken, but I've heard that, uh, after the visit of your CEO, um, to our stand, to our booth, um, in Berlin, even, um, some project was suspended in the Philippines, and you decided to, uh, uh, take, uh, time to decide whether, um, SkyWay technology is more applicable in your country. So, um, what are your impressions of our technology upon, um, being a witness of, uh, it, uh, being put into operation? Yes, we were, we were looking for technologies, uh, people who were system technologies that might be able to help and alleviate the congestion that we're, we're currently experiencing in some of our business districts. And so this is, this we believe might be a solution that can be applied, um, especially after seeing the demonstration today, uh, there seems to be a lot of potential, uh, with the way it looks, um, and the way it works may be, definitely be applicable. Thank you very much, and we'll be waiting for your final decision, and hopefully our countries will, uh, cooperate, uh, with, uh, mutual benefits. Thank you. Thank you. Good morning. I am the President of the Oficial Society of the Ugozinska Highway Highway. I am now in Belarus, in Minsk, I am the President of the United States 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 of Технология — это, во-первых, доставка, скорость, это наука и знания в этом, технологические разработки, подход к вопросу по полной программе и самое главное — стопроцентное доказательство о том, что эта технология правильная. И рядом со мной находятся люди, которые в действительности это все делают, строят. И я хочу, чтобы на моей маленькой родине было именно сделано то, что здесь я увидел. Экологически моя страна выиграет. Для меня это самое важное. И я хочу добиться, благодаря технологии SkyWay, чтобы жить в горах было престижно. И думаю, что будущее за нами. Я уже сегодня увиделся в этом. Для того, чтобы все понимали. Ну, мы были посетимы SkyWay в Минске. И это было несколько лет назад, когда мы слышали о технологии SkyWay и Мистер Анатолий. И потому что наши климатические и географические ситуации назад в Индии, мы думали, что SkyWay будет очень хорошей технологии, для пассажирования и фрейта в нашей стране. Потому что мы находимся в городе. Мы находимся в городе. Мы очень мастер-мастер-мастер. Мы очень прониклируем с экземплярной кислотой. Мы также сделали рот-вейт, но это рот-вейт, чтобы жить в 10 лет. Нужно помещение каждые 10 лет. И, по поводу SkyWay, жизнь в порядке 100 лет. И это более пассажирный, меньше потребление, очень экономичная для строительства. Поэтому мы хотим быть первыми в мире для представления этого транспортного системы. О, да! Мы очень рады видеть вас здесь, в экотехнофарке. Каковы ваши впечатления об увиденном, о нашей технологии, о том, что рассказал доктор Юницкий? Я считаю доктора Юницкого гением. Это просто поразительно. До приезда сюда я не знал, чего можно ожидать, что нового можно узнать. Здесь я увидел практическое применение этой технологии, предназначенной для людей. Есть два типа технологий. Первые настолько продвинутые, что они могут быть массово внедрены и применены лишь через 40-50 лет. Только тогда люди смогут принять. А эта технология уже вписывается в реальный мир, в реальную экономику, когда вы видите ее коммерческую перспективу и внедрение в течение одного, двух лет. Или даже сейчас. Она представляет ответ на вопрос, в котором мы нуждаемся. Я считаю, что оно нам необходимо, потому что всей планете требуется новое транспортное решение для улучшения нашей жизни, и чтобы мы могли передать это следующим поколениям. Поэтому, пожалуйста, расскажите наши зрители, наши зрители, что вы делаете здесь, и что ваши впечатления? Я работаю с Род-Hook и Ассоциацией, а с Саустральными компаниями, на этом проекте. Род-Hook имеет много историй в транспортной инфраструктуре. В Астраханистане очень высоко, и я был частью компании на SkyWays' проекте. Я пришла сюда, и у меня было много вопросов. Я уверена, но я не уверена, что я уверена, что я уверена, но я уверена, когда мы работаем, видя технические и профессиональные и слушая какие-то детальные вопросы из нашей инженерной группы, и как они были обеспечены здесь, я вернусь с большей уверенностью, что проект имеет больший будущий в Австралии. Вы уже презентовали технологию Дмитрию Анатольевичу Медведеву, и то, что вы видите... Тогда он был президентом. Да, тогда он был президентом. Вот. И то, что вы презентовали тогда, и то, что мы видим сейчас, это сильно отличается? Далеко ли мы ушли вперед? Я хочу сказать, что это сказать, что кардинально отличается, наверное, неправильно было бы, потому что общий подход понятен и очень верен, потому что он дает возможность сохранить все экологии, то, о чем мы сегодня там все переживаем, тем не случайно. Президент Владимир Владимирович Путин следующий год объявил экологию. С другой стороны, он решает вопрос транспортных заторов, которые замучили уже всех, и не только, так сказать, в городах, но и даже в сельских муниципалитетах. А в-третьих, мы видим здесь уже такой по-настоящему инновационный подход, потому что мало того, что мы видим здесь уже совершенно другие скорости, но и видим о том, как уже композитные материалы участвуют, и то, что вот сейчас мне понравилось. Допустим, мы в Ульяновской области начинаем строительство первого ветропарка в Российской Федерации. Я получил ответы на мои технические вопросы. Это принципиально важно, иначе я не могу нормально разговаривать. То есть, если я ничего не знаю, я должен это узнать. что касается финансового состояния, мы можем, в общем-то, я наблюдаю сайты, движения по сайту, технические тоже, в основном. И то, что стройка, как она развивается, у вас очень хорошо организовано, кстати, такой, у вас фактический бюллетень. Вы все время выпускаете, вот сделали то, построили это, протянули вот это, то есть, в Мариинной горке. На сайте все есть, это очень ценно, потому что, вы знаете, одно дело голословно, а другое дело, когда люди говорят, вот фотографии, вот приехали оттуда, вот видите, там уже дерево посадили там. Конечно, ясно, что, вот, направление получило совершенно новое качество сейчас. Это очень важно. Потому что, инженерный потенциал, интеллектуальный потенциал, концептуальный потенциал, колоссальный, колоссальный. Мы с Анатолием обсуждали это многократно, больше его слушаем, конечно, кое-что понимаем, скромно выражусь. Ну, давайте доктор наук, но я думаю, технических наук, но он должен понимать. Вот, поэтому транспортная сеть, альтернативы нет. Вот, что очень интересно, технической альтернативы нет. Уникальное решение. Вот, один раз его можно было и завести, и потом уже дальше оно развивается, но повторить уже нельзя, можно только его внедрить и реализовать. Это очень интересная вещь. То есть, именно это создание вот такого уклада. chicken sake. Я huge indicated, что тыvalue, единая и сеть СМЕМ. Малый сезон, мою preан��, Этоо. Утрável. Продолжение следует...